Группа всегда успевает выполнить намеченный мною план и потом все повторить, запомнить и так далее. Результаты всегда выше. Это подсказывает моя практика. Так, теперь поехали. Самое первое, что мы будем делать с вами, это построение предложения. Вот эту майндкарту мы с вами уже будем рисовать. В английском языке всего есть четыре основных модели построения предложения. В отличие от русского языка, где мы используем разный порядок слов. В английском языке нужно, чтобы было всегда стабильно, кто и что делает. Кто это подлежащее, кто не помнит из курса русского языка, подлежащее одной чертой и что делает, сказуемое двумя чертами обозначаем. Ну, в школе все учились, в принципе, в школах у нас учат вполне себе неплохо, поэтому я думаю, что вы помните такие вещи, как подлежащее и сказуемое. Итак, три структуры основываются на подлежащем и сказуемом. И одна структура без подлежащего и сказуемого, это структура there be, может вы ее знаете как структура there is, there are, которая используется для того, чтобы рассказать, что-то где-то находится. В английском это другое построение предложения. Мы достигаем эту цель, меняя слова в предложении. В английском используется структура. В европейских языках в принципе есть эта структура, например, в том же итальянском есть структура change sona, то есть там есть, и в английском она тоже есть. Теперь поехали по составляющим каждой структуры. Во-первых, вот в этих вот двух структурах кто это будет какое-то действующее лицо? Живой или неживой объект, который либо выполняет какое-то действие, мы обозначаем это буквой V, verb, verb это глагол по-английски, и сегодня во всех формулах, когда мы будем работать с глаголами, я буду глагол обозначать буквой V, потому что по-английски глагол это verb. Это глагол в его начальной форме, то есть если ходить to go, просто go, сам глагол надо ставить и потом все остальное к нему подставлять. Следующая модель это когда используется глагол быть, когда кто-то кем-то является. Про глагол быть я расскажу отдельно немножко. Также глагол быть у нас вот здесь, вот он у нас уже есть, и еще вот в этой структурке будет появляться, но в отличие от вот этих двух, когда здесь кто-то, то есть мама, папа, человек, собака, лампа, то есть либо предмет, либо какой-то живой объект, то здесь подлежащее всегда будет оно, it. И это так называемые безличные предложения, которые в русском языке звучат такими милыми предложениями, как холодно, точка. Подлежащего нет, сказуемого нет. В английском всегда кто и что делает, но в предложении холодно никто ничего не делает. Соответственно, мы берем, оно есть холодно. К этой структуре мы тоже вернемся. Самая простая структура это когда кто-то и что-то делает, потому что здесь есть некое действие. То есть здесь у нас вот какой-то процесс проходит, либо однократное действие. И здесь мы переводим калькой с русского на английский. Нам не нужно помнить о правиле, надо поставить глагол to be или не надо поставить глагол to be. Он уже есть. Всегда спрашивают, а как мне догадаться, вот где надо ставить глагол to be, а где не надо. Переводите с русского или мысль выражаете. Есть в вашем предложении действие? Вам не надо. Вот оно у вас, действие есть. Вам не нужен глагол to be? Если нет у вас действия, поставьте глагол быть. Ведь в английском языке без глаголов предложений вообще никак. То есть можно сказать просто cold, но это только в такой вот очень беглой идеологической речи. Тогда да, можете. Когда человека спрашивают, how are you? И он говорит, busy. Как дела, занят? Так понятно. Но в правильном английском, либо не вот в этих коротких предложениях, когда вы отвечаете на вопрос, и там понятно, что человек опустил I am busy. I am он опустил и busy оставил просто. То есть по контексту там понятно. Без контекста всегда нужно давать, кто и что делает, или кто, или кем является, или каким является. В таком случае будет глагол быть. И также вот когда холодно, то нужно сказать it is cold. Значит, это так называемые безличные предложения. И тут, и тут, и тут глагол to be. И вот именно эти три структуры представляют для русских людей определенную сложность, потому что в русском языке глагол to be опускается в настоящем и будущем времени. Когда мы говорим я уставший или я счастлив, глагола нет. Когда мы говорим я пилот, я летчик, глагола нет, а в английском надо. В русском языке был этот самый глагол быть. В настоящем времени в древнерусском языке и даже еще в старорусском языке использовалась его форма настоящего времени есим. Иван Васильевич меняет профессию, вспомнили, а есим царь говорил Иван Грозный. Соответственно, эта форма использовалась, потом отпала. На сегодняшний день в русском языке мы используем форму быть только в прошедшем времени. В настоящем и будущем мы ее не используем. Поэтому для русских людей здесь всегда будет сложность, что нужно что-то поставить. И от страха опустить глагол to be люди пихают его везде. Про модальные глаголы я кому-то рассказывала, кому-то не рассказывала. Завтра дойдем до модальных глаголов, расскажу всякие байки, где не надо ставить глагол to be, и что из этого получается, особенно если неправильно произносить. Так, дальше. Кому-то, по-моему, я рассказывала, что can't лучше говорить, а не can't. Да, вот как раз тот самый случай, что если вы сказали can't со звуком a и сказали еще глагол to be, то получилось неприличное определение самого себя. Так, итак, суммируем. Всего четыре модели построения предложений, три из них на подлежащем сказуемом. Два из подлежащих сказуемых – это подлежащие, которые какое-то действующее лицо, то есть кто-то. Мы разберемся позже, чем может быть выражено подлежащее. Одна структура – это самое простое, когда мы какое-то действие ставим, и три структуры – это глагол быть. Причем одна – это где нет подлежащего сказуемого, но зато есть глагол быть. Они несложные, потому что у глагола быть в настоящем всего три формы, и в прошедшем всего две формы, и все, ну и в будущем одна. То есть здесь не запутаться, главное помнить, что его нужно туда ставить. Это все легко отрабатывается. Что мы делаем теперь? На свои записи не смотрим, я закрываю. Ну, вспоминаем, у нас в середине был центральный элемент. Что там было? Четыре. Сколько ответвлений было? Четыре. Какого цвета были вот тут вот? Зеленого. Что это было, вот это зеленого цвета? Подлежащая сказуемого, подлежащая одной чертой, сказуемая двумя. Так, в верхних элементах на сказуемом что-то было? Человечек. Что это означает? Что это кто-то, или предмет, или объект какой-то. Хорошо. Так, синеньким было на сказуемом здесь что? Глагол, что это какое-то действие. Так, красненьким тут, тут и тут. Что там было? Глагол be, совершенно верно. И это как раз было обведено для чего? Почему нужно было это обвести и как-то для себя запомнить? Для русских. Да, например, из европейских языков у них у всех есть глагол быть в той или иной форме, в кавказских языках в той или иной форме есть глагол быть. У нас нет, в арабском нет, и им нужно вот это вот объяснение, что вот тут надо что-то ставить, а у нас все подразумевается. Так, вот тут была структура у нас, когда нам не нужно подлежащее человечек, а у нас какое было подлежащее? Ич там было, да. И одна черненьким структурка была у нас, это без подлежащего исказуемого, там было написано there be. Так, теперь взяли листочки там, где у вас не написана эта майндкарта, либо закройте ее, либо переверните, не жалейте лучше бумагу сейчас, и нарисуйте эту майндкарту по памяти. Работаем. Работаем. По возможности сохраняем цвета. Цвета в майндкартах — это достаточно важная вещь, потому что они привлекают внимание. Мы определенными цветами выделяли схожие элементы. Осталось 15 секунд. Заканчиваем задание. Заканчиваем. Сравниваем то, что написали вы, с тем, что написано здесь. Если цвета вы не соблюдали, сравнивайте содержание. Закончили. Теперь работаем с этим подлежащим, то есть с человечком. Кто у нас может быть подлежащим и почему нужно знать это? Подлежащим может быть достаточно большое количество элементов. И почему важно знать, что может быть подлежащим? Потому что оно может быть составным. То есть не все люди понимают, что подлежащее это составная какая-то штука. И думают, что в предложении, к примеру, там, my friend likes ice cream, к примеру, мой друг любит мороженое. Для того, чтобы сделать отрицание, нужно поставить don't или doesn't на второе место. И они делают my doesn't friend и так далее. Получается полная ерунда. Чтобы этого избежать, разбираемся, что есть подлежащее. Чем может быть выражено подлежащее, то есть кто? Подлежащим может быть существительное. Подлежащим может быть местоимение. Подлежащим может быть словосочетание. Сочетание. ССЧ – слово-сочетание, когда два или три слова у нас. Итак, про существительное. Я потом нарисую про существительное отдельную майндкарту с тем, чтобы запомнить полностью правила образования множественного числа у существительных. А сейчас, пока, всего лишь два правила, которые нужно знать про существительные. Это множественное число у существительных, то есть образование множественного числа, форма множественного числа и наличие в принципе формы множественного числа у некоторых существительных. А также так, чтобы это существительное отвечало на вопрос «чей?». Это называется притяжательный падеж. Как сделать, чтобы существительное отвечало на вопрос «чей?». Падежей у существительных в английском языке как таковых при помощи окончаний не образовывается. образовывается. Все падежи выражаются только через предлоги, либо чей выражается через определенный момент, и это будет апостроф, это такая запятая сверху, и с, вот чтобы сделать